приветики приветики мои дорогие друзья вы в мастерской глины пчелки и хочу представить вам такую вот орхидею которая получилась у меня пока я делала сама ее и думала почему же почему не показать вам как я ее делаю я вырезала двух размеров и вот такие бутончики у нас друзья удовольствие огромное если вам интересно обязательно поделюсь с вами как я делаю оказывается это очень при очень легко все по порядку если вам интересно устраивайтесь поудобнее я начинаю в интернете просто огромное количество разных выкроек разных орхидей причем они бывают я не знаю сколько их сортов надо бы посмотреть куча их сортов и куча разных выкроек я себе скачала вот такую вот такая орхидейка и серединка вырезала это из фоамирана белый фоамиран и для бутончиков вырезала вот такую детальку и покажу вам как ее применить я придумала как сделать структуру листика на листиках вот сейчас он совершенно гладенький а смотрите наверное не знаю видно ли вам структуру листика здесь она более живая расскажу вам секретик если сначала отпечатать структуру а потом тонировать эта структура будет хорошо видно итак смотрите мой секретик кружевом жесткое такое кружево это кружева я даже не знаю от тюли что ли от шторы не помню берем его включаем утюг включаем на двоечку берем губку обычная губка для мытья посуды нагрелся утюг прикладываем одну сторону лепесточком вернее один лепесточек прикладываем хорошо нагрелся он теперь прикладываем сюда сильно прижимаем и отпечатываем структуру а ну-ка гляньте видно вам правда же здорово здорово теперь переворачиваю этот листик потому что буду отпечатывать на втором нагреваем прикладываем быстренько и прижимаем и на втором получился получилась структура очень здорово теперь на вот этих тоже делаю такую же структуру стараясь чтобы посерединке был шовчик структура отпечаталась нам нужно затонировать вот эти листики у меня есть пастель благо подружка подарила мне еще разные оттенки и вот как раз вот такой вот темно-фиолетовый мне подойдет сегодня значит пастель влажную салфетку так вот наматываем на пальчик вот так и берем нужный нам цвет у меня фиолетовый у вас может быть розовенький или желтенький не знаю ведь их множество и что я делаю я провожу легонечко начиная от центра легонечко легонечко провожу чтобы обнародовать так сказать структуру у центра стараюсь побольше и как бы схожу на нет до края листика центре нам нужен насыщенный цвет так и делаем и точно так же начиная от центра уходим вот так вот в сторону и так становится видимая структура смотрите мы тонировали теперь нам нужно тонировать серединку вот эту смешную похожую на человечка точно так же проходимся но по краям а в центре оставляем белое пока смотрите какая у нас получилась смешная штучка пока тонировали с этой стороны пусть высохнет тогда будем и с другой стороны здесь достаточно только с одной стороны делаю в центре более насыщенным если что-то не получилось или вы видите что этот например отличается от этого здесь слишком насыщенно берете чистую влажную сторону салфетки и протираете и уже одинаково здорово что мы всего вам научиться полностью тонируем вторую сторону вот теперь тонируем этого нашего человечка желтеньким внутри влажная салфетка делаем свое дело откладываем пусть сохнет вот наши листики но они какие-то совершенно ровненькие безжизненные а здесь смотрите что мы делаем теплые пальцы и растягиваем в стороны чуть-чуть растягиваем смотрите один уже листик имеет объем и другой потихонечку и даже если вы не растяните но рисунок структуры останется что я делаю теперь вот здесь есть такой уголок вот так сгибаю и оттягиваю что это дает дает вот такую вот нежную волну и здесь растягиваю в этом месте и смотрите тоже получается волна растягиваю на себя так слегка вот вот и наш листик получил и объем и такую волну более похож на натуральный все то же самое делаем с этим складываем и продерживаем и оттягиваем оттягиваем и здесь чуть чуть растягиваем и здесь чуть чуть растягиваем и еще раз внутри и так получился вот такой вот лист очень похоже мы сделаем здесь здесь два пальчика внизу здесь два пальчика вверху и растягиваем растягиваем как видите получается очень даже интересно все делаем так со всеми и смотрите что получилось у нас почти готов цветок нагревается ими прикладываем вот этим человечеком у которого пузико желтенькое не с этой стороны а вот желтеньким пузиком приготовьте себе что-нибудь чем бы вы придержали вот так он начинает нагреваться вот такое получился но это еще не все берем красный фломастер и делаю несколько таких больших точек произвольно вообще советую присмотреться сначала к настоящей орхидеи и тогда вам будет понятно вообще какие они как я уже говорила их куча разных и поэтому надо подумать сразу приготовиться какая она будет у вас вот наш человечек готов и так собираем наш цветочек небольшую капельку клеем потому что фоамиран не впитывает клей прикладываем и можем чем-то еще и придавить еще одну небольшую ставим нашего человечка тоже придавим и вот такая чудная орхидейка у нас с вами получилась как вам с нее можно сделать заколку ободочек брошь можно сделать еще бутончик орхидеи вот так они выглядят бутончики вот такой шаблон вырезали сейчас нам нужен будет утюг нагрелся прикладываем слегка-слегка придерживаем и ждем когда он сам скрутится и отпадет вот такое объемное чудо у нас получилось вот так вот проволочку петелькой скручиваем я беру чуть-чуть ватки вы можете взять фольгу на вот этот хвостик наносим клей вот делаем такую булечку зачем из нее будем формировать бутон на вот этот объемный шаблончик наносим клея а теперь приклеиваем вот так вот делаем такую легкую полоску клея по краю и прикладываем вот это место и подержим подождем пока оно остынет вот то что нам нужно такой вот легкий шовчик точно так же делаем в эту сторону вот такой бутончик у нас получился тоже можно присмотреться к натуральному и решить как тонировать я тонировала именно таким цветом чуть-чуть желтым и у основания зеленым кусочек проволоки сгибаем его чуточку вот так вот протыкаем по центру вот оно теперь осталось нам просто чуть-чуть капнуть клея на нее и и приложить вот такую серединку смотрите и теперь у нас орхидея на ножке и можно куда угодно ее крепить мы сможем из него сделать какую-то композицию либо просто вазон с орхидеей кстати ее не надо поливать и цветет круглый год друзья очень рада была провести с вами время если вам понравилось наше рукоделие сегодня пожалуйста пишите это в комментариях если что-то непонятно задавайте вопросы с удовольствием отвечу всего вам хорошего до новых встреч пока-пока